Вы заплатите, я заплачу. А сколько вот, вот сколько, вот где они, все эти инициативные товарищи, а потом будут кричать, понимаете? А чего кричать-то? А вот будут. А сейчас, ну и теперь будет уходиться мусор. Крички будут оставлять, так, собирают не только 2-3, а около домов в машинку. Вот у нас сейчас, например, вот мы в бежлежащих, вот у нас в микрорайоне наше, бежлежащие, мы тоже поставили такой же вопрос. То есть частный сектор стал носить к нам мусор. Стали возмущаться вот те, кто мусор увозит у нас, это же шофера. Они стали возмущаться. Когда заключили договора, они сходили и заключили в коммунальных договорах. Они так же платят, как и мне. Все. Мусор им реально увозится. Этот не возмущается, шофер. Зато мусора нигде нет. Вот скажите сейчас. Вы тоже будете сейчас рассказывать свое мнение. Я вот лично говорю, что референдум вот этот по самообложению в городу нужен. Это понимают люди, которые не длинные, которые, но очень трудно повести за собой население. Есть, конечно, у нас люди. Вот Николай Юрьевич недавно, знаете, провернул объемистую такую работу и повел. Насколько это стоило ему душевных сил и всего этого, чтобы повести за собой там сто с лишним человеком. И хочу сказать, чтобы у нас не ограничилось здесь одними разговорами. Я вот лично всегда готов и скажу на своей улице. Я просто сам себя назначу. Я старший и все. И буду ходить, спрашиваю. Но разве много таких? Понимаете? Вот вы объясните, придете на работу и все, кто пришел в вашу контору, вы скажете, что надо. Вы же сами видите, как преображается город. Но это не видеть только слепой. Правда? Вот сейчас выступали, сказали же. Приятно видеть, приятно проехать по центру. О, приятно проехать и не попробуйте проедеть по трассуару. Еще вот пауза. Сейчас все зацикливаются. Да, центры, разбороны. Ну где вы живете? Я тоже жил, где у меня ни дорог, ни освещения, ничто не было. Я собрал всех соседей, со всех пенсионеров, не пенсионеров. По возможности. Кто больше зарабатывает, всего больше содрал. И администрация мне помогла. И дорожники, грейдерами, техникой. А остальное шлак и гравий. Ну и все. Это мы вот уже купили. И некоторым за соляру заплатили. Две улицы мы сделали. Это все зависит от населения. Просто я буду еще раз старшего по улице добраться. Я хочу, чтобы был старший. И сами добраться. Все. Свою улицу вы можете все сами сделать. Где освещение? Этих же электриков нагнули. Всех, что можно. Просто им на лампочек кинуть. Да, подзад и ждать. Все. Да. Мы же область устроены. За это за суммами. Так это разумеет у нас всегда. За это не другая. Сейчас, речь-то идет. 4 тысячи. Да, переезжайте в чатусетер. Нет, соотношения поднимать-то можно. Нет, мы для города собрать нам. Сейчас речь-то идет, что у вас срабатывает проблемы. У них-то есть у многоквартирного дома. У вас есть снижение. У вас есть снижение. Помимо мусора у вас же есть еще проблемы. Вы просто... Вот сейчас видите, напишите на бумагу. Друзья, давайте, мы начинаем шуметь от этого, меньше только слышим и меньше время тратим, а в принципе ничего не решим. Вот если пройдет, вы напишите, нам нужно решить эту проблему за счет собранных средств самообложения. Вот. Вот. Пропоконно. Значит, надо... Пропоконно. 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 Выходить на улицы, делать общее собрание по улице, и тогда, может быть, что-то решится. А так ничего не решится. Все понятно. Но вы знаете, как трудно у нас собрать всех этих населений, и улицы, и всех. Я уж на своем опыте, сколько раз мы пытались исходы провести. И людей собрать, и даже вот по мазучным проблемам паводка, когда там в Богородске отцепить начинают, они приходят, один-два человека, всем наплевать. Потому что, знаешь, кто-нибудь придет, их спасет, а если не спасет, то заплатит деньги за их имущество, которое пострадало. Вот и все. Все готовы чужими руками сделать вот себе. А чтобы я там отдал, да кто-то там моими деньгами, устами, рублями, попользовался, не дай Бог. Да попользуйтесь ради Бога. Вот о чем я говорил. Если мне за мои деньги что-то не сделают, я не отдам. Вот мы как рассуждаем. Конечно, почему. Высок, я езжу этим дорогам. Я езжу, мне приятно ездить. Там, где колесо постоянно, в ямину не попадает. Как едешь раньше по плотине, едешь, невозможно проехать. Мне сейчас приятно. Допускай меня в микрорайоне, там ничего не сделают, в пятиэтажках. Но я езжу по нормальной дороге. Вот и все. И к родителям езжу туда. Пускай по Укавинам, но основные улицы все равно нормально. Так, господа, последнее. Хочу сказать. Вот вам, инициативным всем товарищам, чтобы вы на своей работе, чтобы вы не зациклились, что вот посидели и забыли. Чтобы пришли и сказали своим коллегам, которые сидят рядом, которые работают вместе с вами, что это необходимо. Они видят ли изменения, которые происходят в городе. Почему бы не помочь? Да, я заплачу эти деньги и знаю, что они мне лично ничего не принесут. Но в городе где-то что-то сделаются. Поставят клумбу. Мы поддерживаем Николая Юрьевича. Он правильно сказал. 70% если собрали, мы потратим около своей территории. 50% до суда. И там уже какого-то глобального что-то делать. Так что давайте притворяйте в жизнь данное решение. Не хочется сейчас отнимать у вас время. Да не надо меня агитировать. Я без вас знаю, как работаю. Я про вас не говорю. Если вы знаете, вы бы так не говорили. Депутат, вот сейчас говорят, это просто общественная обязанность. Я пытался много сделать. И бабушке звонили, телефон, этот самый фонарь там повесить. Год у меня ушел. Год, чтобы повесить фонарь на профсоюзной 16. Но я за год добился. И бабушка мне сказала спасибо. Но я целый год добивался. И начальник мне сказал, не больше ко мне с подобными вопросами не подходи. Потому что мы стали друг друга ненавидеть. С этим начальником городской электросети. Понимаете? Потому что мы, как таковых прав, у нас никаких нет. Вот органы полиции, они все же полиция. Понимаете? Сказал, их, наверное, послушай. А мы никто и звать никак. И попробуй проведи что-то в жизни. Вот правильно? Самое лучшее это своя инициатива. Я вот по этому примеру весной тоже. У нас летом хорошая улица. Глина замерзла. В смысле засохла, как асфальт. А весной, осенью, вот этой весной, вот такие колеи по колено. Я прошелся по всем домам. Собрал всех трудоспособных. И мы закопали эти. Я говорю, надо вовремя, пока они сырые все. И все вышли. Я зашел в каждый дом. Можешь держать лопату? Можешь держать грабли? И мы собрались, закопали эти ямы. И вовремя. Ударила жара. Глина, как асфальт. И все. И до сих пор хорошо. Я бы с предусмотрением сделала по-другому. Сначала бы разделила на сектор и голосовала по секторам. Чей сектор не проголосовал, пожалуйста, туда никаких вложений. И потом почувствуйте разницу. Мне там трактор не прошел, не прогрегировал. Мне там дорогу не сделали и так далее. Очень хорошо. Спасибо. В зависимости от Светлана Леонидова. Светлана Леонидова, хотел еще сказать.